Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Wall Street с Андреем Михаилес и в этом видео я хотел бы поговорить с вами про результаты Уоррена Баффета за последние годы. Я думаю, что ни для кого не секрет то, что результаты Уоррена Баффета за последние годы оставляют желать лучшего, не исключением стал и последний год, но насколько же плохи на самом деле результаты Уоррена Баффета до конца понимают лишь немногие. И в этом видео я хотел бы вам показать реальное положение дел, насколько печальные результаты Уоррена Баффета на самом деле. И кроме того, кроме вот того, что мы посмотрим на конкретные сделки Уоррена Баффета, посмотрим насколько они неудачные. И также я хотел бы поговорить про причины, почему так происходит, то есть почему Уоррен Баффет лучший инвестор двадцатого века в современном мире не может обыграть даже широкий рынок. Ну и третье, о чем я хотел бы поговорить, это выводы, которые мы можем сделать из результатов Уоррена Баффета и применить эти выводы в своей работе, в своих инвестициях. И первое, с чего я хотел бы начать, это с причины, по которой я решил записать этот видеоролик. Не так давно я выпускал ролик про Кэти Вуд и у себя в телеграм-канале я решил сделать опрос. И опрос выглядел следующим образом. Вопрос выглядел следующим образом. Кто вам ближе в инвестициях, Уоррен Баффет или же Кэти Вуд? Так вот, больше половины опрошенных в моем телеграм-канале, более половины респондентов ответили, что Уоррен Баффет им ближе, несмотря на то, что последние годы Уоррен Баффет проигрывает даже широкому рынку. И поэтому я хотел бы осветить вот эту вот ситуацию с результатами Уоррена Баффета чуть более широко, чтобы люди понимали, что на самом деле происходит, происходит на сегодняшний день со стратегией Баффета. И начнем мы с вами, собственно, с результатов. Если мы посмотрим на динамику фонда Баффета за последний год, то в целом, ну, неплохо. Да, то есть он растет, мы знаем, что рынок растет и фонд Баффета растет. Но давайте сравним эту динамику, например, с индексом S&P 500. Мы увидим, что широкий рынок показывает значительно более высокую динамику, то есть он вырос больше, чем вырос фонд Баффета. Ну, скажете вы, ну, да, бывает так, то есть Баффет иногда показывает лучшие результаты, иногда худшие. Ничего страшного. Но для полноты картины здесь не хватает одного элемента, всего лишь одного. Давайте добавим сюда динамику акции Apple. И мы с вами увидим, что Apple значительно, то есть стоимость акции Apple значительно перебила фондовый рынок. Но в фонде Баффета Apple занимает более 40%. То есть около там за последний год она доля менялась там от 40, по-моему, там 7 до 43 или что-то около того. То есть 45%, ну, округлим, 45% в фонде Баффета компания Apple. То есть если у вас почти половина Apple, но вы все равно показываете результаты хуже рынка, то есть Apple показывает значительно более высокие результаты, чем широкий рынок, но ваш фонд хуже. То есть это говорит о том, что последние, то есть что остальные инвестиции, которые находятся в вашем фонде, это просто-напросто провал. Потому что, ну, вот как такое может быть? Но это реальность. Это тот перформанс, который показывает Баффет вот за последний год. Теперь же давайте поговорим про конкретные ошибки, которые совершил Уоррен Баффет. И первая ошибка, которую мы с вами разберем, это ошибка, о которой Баффет признался в последнем письме инвесторам. Это ошибка, которая принесла убытки на 11 миллиардов. Эти убытки связаны с компанией, которая производит комплектующие для авиаиндустрии. И Баффет здесь написал о том, что они приобрели эту компанию за 37,2 миллиарда долларов и что эта оценка была слишком высокая. И вот эти вот 11 миллиардов практически полностью относятся к этой компании. То есть оценка стоимость компании, она снизилась на 11 миллиардов. То есть всего лишь одна сделка принесла такой огромный убыток. Но чтобы вы понимали, что 11 миллиардов это практически 30 процентов. То есть Баффет в своих расчетах ошибся на 30 процентов. То есть это огромная величина. Конечно же тут мы можем сказать, что эти списания связаны в целом с ситуацией, в которой находится авиационная индустрия. И отчасти это справедливо. Но как мы с вами увидим дальше, что многие компании, которые Баффет продал, они практически восстановились в цене, в то время как та компания, которая была у него в портфеле, она понесла убытки. И давайте все-таки поговорим теперь про эти же авиакомпании. То есть про конкретные сделки, которые совершил Уоррен Баффет. И рассмотрим мы эти сделки, то есть мы не будем рассматривать все компании, которые были у Уоррена Баффета в портфеле, а рассмотрим лишь Delta Airlines, который он продал во втором квартале 2020 года. Впервые эта компания появилась в портфеле у Баффета в 2016 году. Давайте теперь откроем график, посмотрим на стоимость этой компании. Посмотрим на стоимость Delta Airlines. Значит, покупал он в третьем квартале 2016 года, то есть покупал он, получается, где-то вот здесь, а продавал во втором квартале 2020 года, то есть где-то здесь. То есть примерно 50 процентов плюс-минус составили убытки по данной позиции. Но что произошло дальше? Мы видим, как стоимость акций, которую Баффет продал вот здесь, она практически восстановилась. То есть она восстановилась до уровней, на которых он в эту компанию заходил. Но Баффет вышел. То есть вышел очень-очень рано. И когда вот вы корите себя, я думаю, все себя за некоторые сделки корят. Ну как так? Как так? А вот так, ребята, бывает. То есть лучший инвестор 20 века совершает вот такие вот сделки. Следующая позиция, которая не очень удачная для Баффета, это позиция по банкам. И во втором квартале, все того же 2022 года, Баффет продавал банки. И продавал он JP Morgan и продавал он Goldman Sachs. То есть Goldman Sachs он продал полностью во втором квартале, а JP Morgan позицию в JP Morgan значительно сократил. Плюс в третьем квартале он продолжил сокращать позицию в JP Morgan, оставил такие банки, как Bank of America и оставил немного Wells Fargo. Давайте взглянем на график, посмотрим, что значит произошло с акциями этих компаний. Значит, вот у нас JP Morgan. Плюс еще JP Morgan, он покупал, сейчас я вам скажу, когда он покупал, он покупал в третьем квартале 2018 года. То есть в третьем квартале 2018 года он покупал, то есть покупал где-то здесь, а продавал где-то здесь. То есть скорее всего он тоже продавал JP Morgan с убытками. С Goldman Sachs у Баффета очень длинная история. Он покупал их после кризиса 2009 года, но он заходил в их капитал в виде привилегированных акций. Затем эти акции трансформировались в обычные акции, поэтому здесь не репрезентативно, то есть где он заходил, где он выходил. То есть скорее всего на Goldman Sachs он заработал и заработал неплохо. Но давайте посмотрим динамику. Вот у нас есть Goldman Sachs. То есть эти два банка Баффет продал. Вот эти два банка Баффет продал. А оставил он Bank of America и Wells Fargo. То есть два банка JP Morgan и Goldman Sachs, которые показывают неплохую динамику, он продал, а Bank of America и Wells Fargo он оставил. То есть он не только потерял деньги на выходе из JP Morgan, то есть то, что он покупал выше, а продал дешевле. Но он еще и оставил неправильные банки. То есть вот мы видим, что банки, которые он продал, показывают лучшую динамику, чем банки, которые он оставил. То есть Баффет не только пропустил вот это вот восстановление цен в банках, в банковском секторе, но он еще и выбрал не те компании, которые нужно было оставлять у себя в портфеле. Давайте теперь поговорим, почему так происходит. То есть по каким причинам Баффет до такого дошел, докатился до таких результатов, до такой работы. Ну во-первых, это конечно же рост конкуренции. С этим ничего сделать нельзя. Все идеи Баффета стали доступны общественности, огромное количество фондов, огромное количество профессионалов, огромное количество денег, которые гоняются за инвестиционными возможностями. И поэтому то, что делал Баффет 40 лет назад, на сегодняшний день просто-напросто технически невозможно. То есть таких возможностей просто-напросто не появляется. Второе, почему так происходит, это действия Федрезерва. То есть если бы Федрезерв не вмешался в ситуацию, то конечно же стоимость авиакомпании была бы значительно ниже, чем она была в первом и во втором квартале 2020 года и значительно уж точно значительно ниже, чем она есть сейчас. То же самое касается и банков. Если бы правительство не дало денег, если бы Федрезерв не дал денег, то конечно же стоимость банков она также была бы ниже. И действия Федрезерва приводит к тому, что деньги в системе есть и они доступны. То есть достаточно посмотреть на спред между высокодоходными облигациями, то есть это облигации низкого рейтинга, и посмотреть на его исторические значения. То есть мы видим, что сейчас спред практически на минимальных значениях по истории. То есть деньги, как были доступны в период роста экономики, они настолько же доступны и сейчас, хотя экономика себя сейчас, очевидно, чувствует значительно хуже. То есть то, что Федрезерв, то, что правительство начало принимать активное участие в периоды кризисов, конечно же, мешает Уоррену Баффету, потому что он привык действовать по следующему алгоритму. Он накапливает деньги в периоды роста экономики, в периоды роста рынков. И как только, соответственно, наступает рецессия, как только наступает кризис, ликвидность из системы пропадает, и Баффет приходит со своими деньгами к компаниям, говорит, у вас плохое положение, вам нужны деньги. Деньги есть у меня, давайте меняться, вы мне значительную долю своего бизнеса, а я вам необходимые деньги. Сейчас уже такой ситуации не возникает, потому что есть Федрезерв, и компании, которые нуждаются в ликвидности, они могут просто пойти и занять под более выгодные условия, нежели чем продавать, например, за бесценок свою долю своих компаний. Ну и третья причина, почему Уоррен Баффет показывает такие результаты, которые он показывает, это то, что он практически не инвестирует в технологии. Если мы сравним динамику фонда Кэти Вуд и Уоррена Баффета за последние годы, то мы увидим, что Кэти Вуд значительно опережает динамику фонда Уоррена Баффета. И, конечно, мы можем говорить, что здесь есть какой-то пузырь и так далее, и так далее, и так далее. Но огромную доходность можно получать только в компаниях, которые работают в новых быстро растущих индустриях. Если вы инвестируете только в зрелые компании, которые работают уже в зрелых индустриях, которые растут на несколько процентов в год, ни о какой сверхдоходности говорить нельзя, и вы можете рассчитывать только на ту доходность, которую генерирует рынок. А для этого достаточно просто купить индекс S&P 500 и не заниматься вообще больше ничем. То есть, если вы хотите показывать результаты больше, выше, лучше, чем широкий рынок, вы должны включать в свой портфель быстро растущие компании. Другого варианта, к сожалению, нет. Какой же вывод мы можем здесь с вами сделать? А вывод на самом деле достаточно простой, и о нем я написал у себя в Telegram-канале. И текст называется «Одна из самых больших ошибок, которые вы можете совершить в инвестициях». И главная ошибка, которую вы можете совершить в инвестициях – это быть закрытым к новым идеям. Если мы посмотрим на стратегию Баффета, то она не меняется за последние 40 лет. Баффет как работал, так и работает. То есть, он как использовал те идеи, так и использует. Ничего нового в своем фонде он не применяет. Но мир меняется, и нужно меняться. Нужно быть открытым для новых идей, новых каких-то стратегий и так далее. Например, как фонд Кэти Вуд, который использует в своей работе «С-кривую развития технологий». И многие другие стратегии, которые на сегодняшний день показывают динамику лучше широкого рынка. И если, соответственно, вы этого не делаете, если вы канонизируете свой инвестиционный процесс, если вы инвестируете только в дешевые компании по price-to-earnings, либо по какому-то другому мультипликатору, то вы ограничиваете результаты своих инвестиций. Если у компании высокий PE, если компания не генерирует прибыль, это вовсе не означает, что компания плохая. Просто ее нельзя оценивать теми же методами, которые вы оцениваете зрелые компании. Это так не работает. Нельзя купить высокотехнологическую компанию с PE, например, 15, молодую растущую компанию, у которой будет, например, хороший баланс и так далее. Это невозможно. Так это не работает. И весь вопрос здесь в том, а можете ли вы оценить эту компанию, которая не генерирует прибыль, у которой высокие мультипликаторы, которые стоят дорого. Можете ли вы оценить, привлекательно эта компания или же непривлекательно. И для того, чтобы оценивать такие компании, существует всего лишь один путь. Это оценить ее внутреннюю стоимость, ее так называемую справедливую стоимость. Эта оценка делается при помощи различных DCF моделей, где дисконтируются ожидаемые будущие денежные потоки на сегодняшний день, то есть по ставку дисконтирования. И, соответственно, сумма, которую мы получаем, и равна внутренняя справедливая стоимость компании. Если вам интересна эта тема, если вы хотите научиться делать такие расчеты, то уже 15-го числа выйдет первая лекция по этому курсу, по новому курсу по оценке справедливой стоимости компании в рамках моего клуба Modern Runcie. На сегодняшний день там находятся уже три курса. Они открываются сразу же после подписки, после вступления в клуб. Ну а новый курс начнется 15-го марта. Кроме того, в рамках этого клуба несколько раз в месяц мы проводим онлайн-сессии с разбором текучей рыночной ситуации, а также с разбором конкретных инвестиционных идей. Поэтому, если все это вам интересно, ссылка для вступления в данный клуб будет в описании к этому видео. Ну а на этом у меня все. С вами был Андрей Михайловец. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если понравилось видео. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok